Викиликс показывает, что и Порошенко агент. О том, кто и как контролирует украинскую верхушку, от президента до олигархов, наш обозреватель Евгений Рожков. В президенты из агента. Путь Петра Порошенко к власти лежал через США. В дипломатических депешах, раскрытых Викиликс, его называли просто «Our Ukraine Insider» – «Наш источник на Украине». В переводе с языка депеш – агент Госдепартамента. Это осведомитель. Он был глазами и ушами штатов в Киеве. Во время встречи с послом 28 апреля наш украинский источник Петр Порошенко категорически отрицал, что использовал свои связи с гемпрокурором, чтобы оказать давление на помощника Юлии Тимошенко Александра Турчинова. Звучит и сейчас актуально, но это о внутренней грызне в лагере Оранжевых в 2006 году. А вот какую роль Госдеп примерял Петру Алексеевичу. «Наш украинский источник Петр Порошенко собирается баллотироваться на пост премьер-министра Украины». Но тогда что-то не сложилось. Президент Ющенко перемудрил. А вот в 2014-м – реванш. Но это нужно было еще заслужить, как и этих слов большого шефа. Я рад, что нам удалось встретиться. Думаю, что украинский народ сделал мудрый выбор, проголосовав за того, кто может провести его через этот сложный период. США поставили на Порошенко, а он фактически привел свою страну к тотальному внешнему управлению, отдав суверенитет в руки Вашингтона. Все ключевые решения принимались по указке или под давлением Соединенных Штатов. Роли в этой властной троице Порошенко и Ценюк Кличко распределял глава Госдепа Джон Керри. Это случилось в Мюнхене. А старт карательной операции на Востоке санкционировал никто иной, как шеф ЦРУ Джон Брэннон во время тайного визита в Киев. Его же сотрудники раскачивали и лодку изнутри, до самого переворота. И один из них сегодня поставлен во главе Службы безопасности Украины. Слава Украине! Героям слава! Валентин Наливайченко уже не секрет был завербован еще в начале 2000-х, во время работы генконсулом посольства Украины в США. И вот дождался своего часа. Сегодня именно он курирует так называемую антитеррористическую операцию, а проводят ее фактически украинские олигархи. На свои деньги, своими войсками, в интересах западных стран, потому что давно у них на крючке. Активы, собственность и банковские счета крупнейших украинских олигархов разбросаны по всему миру. Шире всего у Рината Ахметова и Дмитрия Фиртыша в США и по всей Европе. Виктор Пинчук обосновался в Великобритании. Игорь Коломойский и Сергей Тарута держат большую часть в офшорах, на Кипре и на Вергинских островах. Главный бизнес Петра Порошенко, который он, по идее, должен продать, кроме Украины и России в Венгрии и Литве. Свои семьи уговорили, ты шли. Поэтому, как по команде, создаются многочисленные батальоны. Снаряжаются на средства тех же олигархов и отправляются зачищать Восток. В них новое оружие, новые с иголочкой обмундирования, в отличие от регулярной украинской армии, где на троих один бронежилет. Два дня назад, по документам, закинчились харчи в нас. Если бы местные жители, другие люди, не давали продуктов, наверное, с голоду повисилось. Евгений Рожков, Александр Руденко, Виктор Приходько и Александр Пушин. Вести.